Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, как вы знаете, я являюсь лауреатом международной премии имени Николая Рериха и много лет уже работаю над его картинами, осмысливая их в современном ключе. То есть я проникаю в картину настолько, насколько меня пускает художник туда проникнуть и пытаюсь с точки зрения сегодняшнего дня выписать свои собственные впечатления и мысли, которые в этот момент приходят. Это своего рода такая медитация или, как её ещё называли, Рерихи, автоматическое письмо. Кому интересно, может погуглить и поинтересоваться, что это такое. Оно, в общем-то, открывает для нас тот уровень ноосферы или внешнего купола над землёй энергетического, интеллектуального, болевого. Там много слоёв в этом куполе. И именно оттуда человек, который переходит в систему автоматического письма, именно оттуда к нему идут строки, неспособленные строки. У меня часто бывает так, что в процессе медитации на картину Рериха я пишу, записываю всё то, что идёт ко мне потоком, а потом самой приходится нередко расшифровывать это послание. Ну, существует такая теория, и я не одинока в том, что придерживаюсь, что все мы лишь божьи писари. А сама информация, она расплёскана из кувшина, древнего кувшина, растеклась по всей земле, и вот с тех пор поэты и художники по капельке собирают и наполняют этот сосуд философии, красоты и мудрости. Данное стихотворение написано в 2018 году, и я тогда назвала его предсказанием. Глядитесь в картину. Здесь, в общем-то, всё достаточно ясно. Можно выйти по ссылочке и посмотреть, там есть разработки других исследователей. Ну, а мне эта картина прочиталась с точки зрения 2018 года, как вот такое предсказание. Сбылось оно или нет, сбудется или нет, нам предстоит ещё только посмотреть. Но многие вещи, которые предсказывал Рерих в своих картинах, уже сбываются на наших глазах. А стихи, которые оттуда из нас веры я получала в качестве автоматического письма, тоже нередко сбываются, иногда бывает даже страшновато. Картина Рериха называется «На страже». А моё стихотворение, как я уже говорила, предсказание. Рокот по царству, сгущаются тучи. Царь за ним мог, беспризорно отара. Он же хотел быть и добрым, и лучшим. Он же не свору желал, и не свару. Массу щедрот раздавал по заморьям, подле себя угнетал, но не дюжа. Он же не свары хотел, и не свору. Он же уверовал, крест свой одюжит. Зрело неравенство, плавились нервы. Челядь по весям пошла в казнократство. Каждый князёк мил с себя только первым. И раскололось огромное царство. Не в пограничье держали запоры, славную говкой орал и доспехов. Но в заговорщиков выбились воры, но прямо к телу приблизились пехом. Маски надели, не волки и ягнята, на полушёпоте, на полуцыпках. Это людишки твердят виноватые, просят и просят у сказочной рыбки. Хмурится царь. И в тревоге природа, смерчи до бури, то сушь, то потопы, то на Майданы заводится мода, то вдруг на митинги хочется топать. Неблагодарные. Бить будем жёстко. Коль не дубинкой, рублём по кишеням. А не поможет, введём даже розги. Ими когда-то не брезговал Ленин. Проволок тоже колючих катушки. Смыслы гулагов. И те актуальные. Заполыхает кровавым потушим. Зря, что ли, подсов мы насоздавали. Времечко, время. Спиральные нити вновь возвращают на круге историй. Царь слишком слаб. И не верит в наитие. А ведь прислушаться к ним. Ох, как стоит. Вот такое стихотворение в 2018 году отозвалось во мне на картину Николая Константиновича Рейриха «На страже». Многие скажут, ну, спорно. Многие, пожалуй, даже начнут меня ругать. Но я ничего не могу поделать. Автоматическое письмо, информация приходит сверху. А я лишь божий писарь, как и все художники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!